добрый день я приветствую всех в эфире сегодня прогноз для раков на июль месяц июль это время когда кармические узлы раху и кета будут менять положение в натальной карте у каждых людей и для вас дорогие мои раки это положение будет очень важным когда включит позицию 10 и 4 дома дом работы дом карьеры дом бизнеса и дом семьи и позиция ретроградной венеры которая включится 23 июля тоже будет включать важность задач которая будет проигрываться у вас во втором доме дохода поэтому вопрос денежных отношений будет очень важен для вас дорогие мои раки по июлю месяца месяцы и сейчас обо всем об этом по порядку первого числа соединяется меркурий и солнышко знаки рака вашем знаке и дает это соединение интуитивный ход мысли интуицию дает проиграться сценарием которые могут включиться через заслуженную фортуну путем использования каких-то тайных средств интуиции ума и сочетание с твердостью и силой вашего характера здесь это может быть очень важно для вас дорогие мои раки в целом буквально с первых чисел и рассмотрим месяц буквально по порядку 3 июля полнолуние в вашем седьмом доме гороскопа партнерства отношений брака и всех тех других людей с которыми вы общаетесь и здесь высветятся какие-то возможно тайны друг друга вы возможно захотите углубиться в отношении партнеров в отношении своих личных сценариев здесь могут быть и желание развода или же желание наоборот заключить брачный контракт и здесь может быть какая-то правда высветится а возможно это все те другие люди с кем вы общаетесь а возможно клиенты которые будут для вас очень важны и здесь у вас высветится какая-то позиция как же нужно сотрудничать с этими людьми для того чтобы это принесло обоюдный интерес бизнес партнерство здесь также может быть очень ярким ключом проигрывания и нужно понимать что для раков луна управляет вашими эмоциями и управляют вами и здесь вот эти именно новости известия какие-то отношения которые будут очень актуальны для вас могут иметь именно эмоциональную окраску эмоции давать очень сильные активные с кем вы именно общаетесь а здесь также нужно понимать что поэтому полнолунию вы также можете обратить внимание что она будет в двенадцатом градусе козерога козерог это холодный знак поэтому придерживайтесь этих чувств немножечко абстрагирована с холодным разумом с холодным помыслом своих эмоций для того чтобы они вас не истощили и не доставили вам какое-то неудобство ведь время июля для вас дорогие мои раки это время нового соляра дня рождения которое каждого вас ожидает впереди и это конечно же очень важно и нужно включать позитивные эмоции для того чтобы весь соляр включил именно позитив на реализацию своих целей и задач ведь как начнется ваш солярный год так он и продолжится так он и будет иметь тенденцию реализовываться поэтому лучше использовать позитивную энергию себе во благо своей луны ведь 11 июля планета марс войдет в третий дом вашего гороскопа а это активные действия активное общение коммуникации с родными и близкими в том числе и здесь марс будет делать транзит по знаку девы и возможно это придирчивая сила ума по марсу достаточно очень основательная такая активная желание быстрых встреч быстрых контактов быстрое завершение каких-то подписания документов или же даже обучение сертификаты или же перемещение машины гаджеты покупка все это имеет магниеносную природу и доставляет возможно вам такую эмоциональную окраску потому как здесь еще очень сильная сильное положение марса и дает некоторую возможно даже медийность когда вы проявляете рекламную кампанию и как возможность проявить через когда вы говорите много общаетесь много начинаете писать говорить на аудиторию на медиа массы своих соцсетях возможно в том числе и здесь смелость приходит по марсу когда именно хочется преодолеть свои какие-то страхи которые могут у раков возникать время от времени это луна у них так работает и сделать что-то возможно открыто онлайн что вас заметили здесь это именно позиция марса позволяет такую рекламную кампанию для того чтобы активность включить через позицию этих общей коммуникаций для того чтобы это дало свое положительное раскрытие для вас 12 июля меркурий войдет ваш второй дом финансов и может быть здесь меркурий даст новые идеи новые какие-то возможности ведь это транзит будет по знаку льва и это могут быть яркие какие-то идеи которые могут давать вам новые заработки новые источники дохода и возможно как вариант новая работа которая высвечивает вас очень ярко и которая приходит приносит свой доход для вас и оплата по счетам в том числе здесь может быть очень актуальной тогда когда и нужно на это также обращать внимание но это позволяет растущим вашим финансам которые приходят через новые идеи 17 июля новолуние будет ваша доме первом в раке вашем доме гороскопа и это все то новое то что приходит вашей жизни дорогие мои раки это будет нести буквально какой-то прогресс новолуние в двадцать пятом градусе рака будет и это желание возможно проявить себя свою рачью натуру имидж включить позицию чтобы меня заметили чтобы человек засветился чтобы это были очень активные какие-то позиции в человеке и возможно здесь когда через партнерские отношения вас начинают замечать через ваших партнеров с кем вы контактируете и может быть предложение по новой работе а возможно это личные отношения партнеров к очень важны в этот период времени для вас здесь это очень тема актуальна тогда для вас будет дорогие мои раки в это новоломе 18 июля кармические узлы раху и кету меняют свое положение дают возможности которые происходят раку входит в десятый дом гороскопа статуса работы сфера новой деятельности может проиграться возможно новая должность новый статус новый это может быть статус личного характера брак развод это может быть статус в работе новое положение там заместитель директора менеджер какого-то нового дела или директор здесь новый статус может дать позицию именно кармического узла раху пакету войдет в четвертый дом вашего гороскопа и это важно исключится возможно из вашей семьи из вашего дома убрать все то ненужное что вам уже возможно мешает из жила какая-то недвижимость возможно будет иметь место для продажи какой-то возможно даже отказ от дополнительных каких-то по четвертому дому возможно обязательств по своей семье возможно они уже будут не актуальными когда уже ваши дети выросли и ваш дом возможно слишком большой и он сейчас может и вас не радовать вы захотите переехать как вариант в квартиру или как вариант поменять на меньший вот избавиться из того что не актуально для вас 4 в четвертом доме гороскопа может проиграться и может повлечь за собой вот эти какие-то перемены возможно продажа покупка переезды по четвертому дому очень актуальны может проиграться такое положение узлов было характерно для вас 2005 2006 году вот какие события тогда вот в этот период времени проигрывались в этот новый 2003 2023 год до 2025 января будет позиция очень важно возможно сценарий будет проигрываться как это было у вас ранее здесь также возможно когда на задний план будут уходить как я уже сказала отношения с вашими детьми потому что раку из 5 как раз таки кету вернее из 5 перешел в 4 араху и здесь а из 11 в 10 и здесь могут быть какие-то старые фокус внимания друзей с кем вы общались возможно будет уходить появляться новый круг общения и внимание будет сдвигаться в новое какое-то направление бизнес решения задач а вот друзья единомышленники будут уходить на задний план и так сложится так время приходит когда это уже возможно не актуально актуально обратить внимание на свою деятельность возможно переезд в другую какую-то страну и там открыть свой бизнес параху десятый дом и тогда уже эти единомышленники друзья которые были в этом городе уже будут уходить действительно только по смс общения по видео связи то есть онлайн общения а реально вы будете погружаться в деятельность своей работы 23 июля планета венера включая свое ретроградное движение и это позиция будет характерно до 4 сентября будет актуальность включать и второго дома дохода и здесь возможно что-то то что вы цените то что вы как вы себя цените ценности ваши будут меняться для вас возможно вас будет венера заставлять делать эту переоценку себя как личности переоценивать себя любовь и отношения вот эти отношения будут возможно тоже также по венере переоцениваться когда вы возможно будете пересматривать эти отношения и будете улучшать как вариант то с кем вы имеете контакт отношения потому как прошлое отношением вас могут не устраивать и здесь также пересмотр возможно по венере это может быть с ценой связаны с деньгами с возможно ситуации по кредитам переоценка каких-то кредитных ставок и возможно переоценка тем чем вы владеете возможно уже что-то будет для вас не актуально особенно и раку скетту об этом буду говорить и будете ставить вероятность продажи какого-то имущества возможно и здесь очень актуально когда по ретро венере могут приходить старые отношения и возможно люди из прошлого с кем вы общались а возможно будут приходить вашу жизнь для того чтобы эти отношения как-то раскрылись в новом ракурсе отношений то есть интерпретация с позиции лучше как как было уже в тормозящих отношениях меня будет не устраивать или же я буду просто уходить от этих отношений и это возможность даже по венере с подругами когда подруги уходить будут из вашей жизни каким-то таким образом естественным когда те с кем вы общались уже могут быть вам неинтересны или же время заставляет менять положение вещей или же у вас разные взгляды на жизнь и ретро движение венеры заставляет эти все переоценки включать свои деятельности самое главное по ретро движению венеры не включать вот эти денежные отношения второй дом то не вкладывается очень много денег красоту не делать уколы не делать операции до сентября месяца до 4 числа иначе потребует еще больших вложений так как может вам не понравится и здесь по ретро венере еще также какие-то договора не подписываем которые будут касаться денежных отношений которые возможно брачных контрактов будут касаться именно связанных с имуществом с деньгами здесь не желательно их подписывать иначе это может быть не актуально когда венера выйдет из ретрограда 24 июля солнышко войдет в этот второй дом вашего гороскопа и эти все задачи будут очень важны для вас для того чтобы вы их решали в положительном ключе потому что энергии здесь будет добавляться и и поэтому позиция как можно включить свои новые источники дохода будет очень актуально для вас двадцать девятого июля планета меркурий входит ваш третий дом гороскопа контакты это общение новые знакомства возможно здесь меркурий будет еще также нужно понимать соединяться с черной луной 23 июля поэтому возможно те идеи которые будут приходить нужно очень тщательно проверять чтобы черная луна леветь не навеяло какие-то неправильные мысли которые о которых вы можете пожалеть 28 июля меркурий будет делать транзит по знаку девы и это возможность углубить более тщательно скрупулезно обратить внимание просто вот детально все так как в деве меркурий также управляет поэтому здесь и меркурий будет тщательно подходить ко всем каким-то критериям косты которые будут касаться по деве а дева это знак который который детальный который обращает на все внимание также это может быть связано с позиции висит на видно везде навести некий порядок особенно в планах в первую очередь и здесь третий дом это братья-сестры могут включиться вашу деятельность вашу жизнь в общении это также поездки которые могут дать краткосрочный характер которые могут дать и новые контакты подписания новых документов новостные блоки по меркурию очень много информации может приходить здесь возможно желание поменять свою технику гаджеты автомобиль узнать больше информации с этими гаджетами как можно сделать апгрейдинг прокачать свои эти гаджеты по третьему дому меркурий будет очень активный в июле месяце потому как будет делать сначала транзит 11 июля по знаку по знаку льва с 28 июля по знаку девы и поэтому этот очень активный меркурий мозговая деятельность очень активная позиция характеризует что 7 раз отмерь один раз отрежь и правильно принимать взвешенные решения очень благоприятно дорогие мои раки я еще раз хочу вас поздравить с новым соляром с днем рождения чтобы вы принимали правильные взвешенные решения которых бы не пожалели по своей позиции луны очень восприимчивости вашего знака лунной энергии которая управляет вашим знаком поэтому позволяйте себе позитивные эмоции позитивные мысли которые вас наполняют дают вам разрешение положительное ваших задач всех благ вам дорогие мои раки подписывайтесь кто еще не подписался благодарю всех за обратную связь ставьте пальчик кверху это очень помогает продвижению контента моего канала всех благ вам дорогие мои слушатели любители астрологии до новых встреч